А на Челябинской улице Гагарина с десяток автомобилей остались с пробитыми колесами. Все угодили в дорожную яму. Пострадавшие водители намерены судиться с дорожниками. На место массового ДТП отправилась Ирина Кончаренко. Мы находимся на улице Гагарина. На этом участке дороги возле 52-го дома сразу 4 автомобиля стоят на аварийке. Все они попали в эту яму. Заметить ее достаточно сложно, она и не глубокая. Один из пострадавших, Геннадий Югов, уже с полудня стоит, ждет экипаж ГИБДД. Вместе с ним в 30-градусную жару и жена с двумя малолетними детьми. Как рассказывает Геннадий, он ехал со скоростью всего 30 км в час, но все равно угодил в яму. Давайте послушаем, что он повредил и как оценивает ущерб. Из-за впереди идущей машины не увидел яму. Влетел в нее. Два колеса на выстрел. Внешнее покрытие заостренное. То есть на выстрел колесо сразу хлопает. То есть помимо меня еще машин 8 уже влетело. В эту яму, по словам очевидцев, угодило 8 машин. Половину автолюбителей уже успели поменять колеса и уехали. Оставшиеся же намерены оформить ДТП и судиться с дорожниками. Устроили даже небольшой протест. Чтобы привлечь внимание других автомобилистов, массово сигналят. Каждый пострадавший уже успел на глаз оценить ущерб. Говорят, что за ремонт придется заплатить от 10 до 50 тысяч рублей. Ведь ремонтировать придется не только колеса, но и другие части машины. Давайте послушаем, что рассказывают пострадавшие. Колесо. То есть порвал он на вылет резина. Все выкидывает колесо. Диск замял. Бампер. Отсюда стежки повылетали. То есть бампер тоже, наверное, под замену. И неизвестно там еще какие внутренние повреждения. То есть рулевая тяга однозначно там будет. Что-то по ходовой. Ну, там видно, приводом задело кузов. Ну, это надо поднимать машину, смотреть. А вы судиться с ними собираетесь? Наверное. Я собираюсь. Я принципиально буду судиться с дорожными службами. Потому что это не дело. Люди налоги платят. Причем немало. Почему такие дороги у нас в городе? Когда отремонтируют эту яму, дорожная служба рассказала по телефону. В связи с многочисленными осадками под воздействием воды в покрытии образуется ямочник. Мы отслеживаем и устраняем данную ямочность. Если говорить про улицу Гагарина напротив дома 52, то данный участок, на данном участке работа запланирована на сегодня ночь будет проведена. Если вы попали в такую же ситуацию и намерены судиться с дорожниками, то вам нужно в первую очередь, конечно, оформить это ДТП. Сотрудник ГИБДД должен измерить размеры и глубину ям. Например, допустимые значения это 60 на 15 сантиметров размер ямы и глубина не более 5 сантиметров. Также вам нужно провести экспертизу вместе с представителем администрации. Оценить ущерб автомобиля и уже с этим пакетом документов отправляться в суд. Ирина Гочаренко, Евгений Чекалов, ОТВ.